Скорость, умноженная на массу, равняется на выходе то, что прилетает, соответственно, в голову. Поэтому получается плотный удар и плотное поставление энергии в ту точку, куда мы ее несем. Когда мы правильно занимаем ногами позицию, здесь дальше что следует? Мы здесь натягиваемся. Много подсобных упражнений, но это одно из упражнений, которое позволяет именно... Здесь схожа, схлест. И мы начинаем плавник, начинаем... Ух, максимально вырвал. Что, поехали? Да. Ну что, всем салют, дорогие друзья. Меня зовут Алексей по прозвищу Гриф, боец стоп-дога в недавнем времени. На сегодняшний момент я занимаюсь тренерской деятельностью, так как по состоянию здоровья заниматься бойцовской деятельностью я уже не могу. Сегодня мы разберем с вами, как же все-таки научиться бить тонну. Как вот, ну, выбить хорошенечко, чтобы противник понимал, что туда идти лучше не стоит. Неподготовленным уж точно. С чего начинается бокс? Давайте разберемся с этого. Смотрите, начинается это у нас с определенных навыков, то есть со школы стоем, правильную стоечку занимаем. Здесь важный какой момент? На ногах мы должны стоять плотно, на полной стопе. На ногах мы должны стоять вполне естественно, себя ощущать, то есть на ширина здесь все, правильное положение, расстояние. Стопы должны быть параллельно друг другу всегда. И по направлению к противнику берем, если носок и пятка, между ними одна линия. И именно этой линией мы стоим по направлению противника, для того, чтобы мы могли быть всегда мобильнее, правильно шагать, правильно двигаться. При этом, когда мы шагаем, позвоночник у нас не должен никуда не отклоняться. Крутиться четко, на ногах, ровно при всех ударах, крутиться вокруг только своей оси. Правильность удара, да, начнем с этого. Вот стали стоечку, по направлению к мешку, как я уже говорил, правильно. Ноги одна линия, стопы параллельно друг другу. Руки на месте, голова повернута на плечо. Чуть-чуть поджат подбородок, чтобы плечо могло перекрывать в любой момент. И рука. Здесь у нас стоит передняя рука, чтобы перекрывала перед противником, если вот он не видит мою часть, что расстояние рассчитать уже сложнее. И она ходит только вперед-назад. Вот отсюда начинается стоечка. Чуть присели на ноги. Вот. И вот таким ударом, правым боковым, да, вот, я выбил тонну. Охренеть! Новее рекорд. Как я его выбил? Должны быть хорошие, сильные ножки. Во-первых, это физика. Чуть дальше мы этого коснемся. Сейчас, на данный момент, нам нужно разобрать именно правильную постановку удара. То есть, что мы делаем? Вот, исходя из стойки, чуть загружаем заднюю ногу, да, заряжаем максимально. Стоим при этом все равно на двух ногах. Я не стою только на правой носочке, я стою на двух. Развернули максимально таз, нагрузили ногу. И отсюда идет действие. Пятка встает. Вот, и начинается максимальный посыл на голень, таз, потом плечо, и вылетает кисть. То есть, плечом толкаем кисть, как бы получается. И вот он удар. Бум! Четко. Рука вылетает от подбородка, не размахиваясь никуда. То есть, вот, четенько, ровно, оп, в сторону. И разворачиваемся вокруг позвоночника. Вот таким вот образом мы наносим этот удар. Смотрите, важный момент нужно понимать, что когда я говорю, нужно быть на двух ногах, да, вот я показывал на примере скручивания на двух ногах, и при ударе точно так же. То есть, что у нас получается? Если мы, например, начинаем из точки работать, бьем джек с подшагом, любой джеб с подшагом, любой подшаг, это конечная точка удара, по идее. Вот если я, например, бью джеб, я втыкаюсь в ногу, соответственно, и так же рука у меня втыкается в мешок в одно время, одинаково. Поэтому получается плотный удар и плотное поставление энергии в ту точку, куда мы ее несем. Здесь, когда я бил, я сделал шаг, да, в сторону и подтянул ногу. Я это сделал для более плотной устойчивости, потому что ноги – это основа, ну, как бы в бокс, все, кто занимаются и кто адекватно понимает, что ноги, таз, спина, именно вот правильное движение корпуса – это и есть основа для, как говорится, как спусковой механизм, который заряжает всю свою энергию, всю силу. По идее, по научным исследованиям показано, что энергия вся идет с двух ног максимально, когда мы вот ее начинаем собирать, начинаем выталкивать. И, соответственно, таким образом мы ее максимально посылаем в кулак. Чтобы энергия максимально вся попала в удар, у нас не должно быть лишних движений. Отсюда есть такое понятие, да, вот там правильная работа, школа, то есть наклонился, энергия ушла через, получается, корпус ушла. Где-то, например, не довернулся плечом, не зарядил максимально, не сделал скорость, не сделал правильное движение. Поэтому, когда вот я бил, например, тонну выбивал, я делал шаг в сторону, но не для того, чтобы там как-то усилить, а просто поставить правильную постановку, и можно было довернуть корпус еще больше. Вот, ну, по идее, вот оно движение. Все ноги у нас сюда, ну, то есть бам, встал, бам, ногу подтянулся, равно на двух ногах. Это очень важно, потому что если мы будем массой тела менять ноги, тянуться, например, за ударом, он уже такой не получится, потому что энергия должна правильным образом формироваться именно в две вот эти костяшки, так как надо. Смотрите, что еще? Пауэрлифтинг, да, и тяжелая атлетика, две разные вещи, не стоит путать. Пауэрлифтинг – это более силовая работа, где такая монотонная именно силовая работа. Я занимался тяжелой атлетикой, и у нас были подводящие упражнения все взрывные, и основные упражнения тоже. Они были взрывные, силовые и взрывные упражнения. Соответственно, у меня так получается, наверное, хорошо по физике, потому что мы сейчас перейдем, я вам покажу одно из упражнений, вот, например, рывок, и с чем оно схоже. В ударе важен хлест, в ударе важна максимальная, да, вот, правильная концентрация посылы энергии и именно скорость, да. Скорость, как по физике у нас говорится, скорость, умноженная на массу, равняется на выходе то, что прилетает, соответственно, в голову. Соответственно, здесь что именно в ударе? Давайте его еще раз закрепим. Правильное положение стойки – это очень важно, быть на ногах. Для чего, если заваливаемся, мы теряем равновесие и не можем ходить. Здесь, когда мы постоянно на ногах, мы можем постоянно на ножках подойти, отойти, встретить все, что угодно, мы можем работать. Поэтому весь удар, еще раз закрепляем, начинается с ног, с полных стоп, максимально, вот оно, движение, с двух ног я стою. Максимально производится хлест. Как этого достичь? Достичь это нужно поочередным, слитным, поэтапным движениям, вот так бы я назвал. То есть, когда мы стоим, заряжаем максимально ногу, чтобы развернуть таз. Ноги являются, как говорится, основой, да, в боксе. Поэтому ногами, тазом мы разворачиваем плечи и корпус, косые также мышцы стабилизатора у нас включаются. То есть, здесь полностью все тело работает. И для того, чтобы максимально создать хлесткость, как бы это ни звучало прикольно, но в боксе нужно расслабиться. Напрягаемся мы только вот в этой точке, вот здесь, когда вот здесь полностью как бетон стоишь. На доли секунды, пока заходит удар, потом мы снова расслаблено и делаем свои дела дальше. И здесь хлест весь создается с ног, как я уже говорил. И вот оно движение идет, таз, голень сначала, таз, потом идет плечо и потом вылетает рука. Рука вылетает от подбородка. То есть, у нас нет такого, что слитно идет все вместе, все идет по нарастающей. То есть, мы максимально вкладываем все качества силовые, вот вкладываем сюда. Вот он, соответственно, получается удар. И обратно в стоечку, и можем уже дальше работать. Плотное, четкое, короткое движение. Вот так. Ну что, погнали, перейдем к упражнению тяжелоатлетического, которое мне лично помогло освоить расслабление и максимальную хлесткость. И еще и добавило столько силы. Вам будет на заметочку. Новый ФП надо делать, не забывайте. Многие именитые спортсмены, не буду называть имен, но есть ребята, кто занимались именно тяжелоатлетикой, и до сих пор ставят рекорды, что забирают по три пояса в разных весовых. Так что, let's go дальше, парни. Итак, ребята, мы переходим к моему виду спорта. Это к тяжелоатлетике. Одно из упражнений, я вам сейчас покажу рывок, на примере которого я вам покажу, где требуется силовой взрыв. И, кстати, как в боксе, местами где-то нужно расслабиться, где-то держать себя правильно. Своим телом, как говорится, быть в контроле, в коннекте. Чтобы сила удара была плотная, вам необходимо просто иметь физическую силу на уровне. Соответственно, жим, присед, тяга, да, три базовые вещи. Это базы, которые должны у вас быть в определенных кондициях. Поэтому вы таким образом набираете физику, плюс подводные упражнения, куча всего для того, чтобы была правильная школа, правильная техника, постановка удара. Давайте перейдем к рывочку. Я вам сейчас покажу, что такое тяжелоатлетика. Это жесткий вид спорта, который я тоже по-своему обожаю и благодарен. Смотрите, штанга вам нужна, штанга, да, вам нужен гриф. Здесь важный момент. Подходим, когда мы к штанге, мы должны подходить таким образом, чтобы штанга нависала, но с топой. Соответственно, ноги должны быть вот таким образом. Носочки чуть-чуть разведенные. Хват у нас здесь в зависимости от роста, как удобно, вот, как ваша растяжка позволяет вам сесть. Здесь дальше. Берется в тяжелоатлетике всегда в замок штанга. То есть вот так никто не рвет. Она берется вот таким вот образом. Палец уходит под пальцы. Это называется хват-замок. Вот, вот таким образом. Тогда она не слетает с рук. Такой вам прикол. Когда мы правильно занимаем ногами позицию, здесь дальше что следует? Мы здесь натягиваемся. Происходит натяжение. То есть плечи при этом, да, у нас накрывают колени. То есть у нас таз чуть-чуть приподнят. Таким образом мы стоим полностью на ногах. Мы чувствуем и ягодицы, и ноги. Поясница у нас прогнутая. Грудь вперед. Лопаточки у нас сведены. Полностью как струнка вся. Но при этом мы расслаблены. Вот сейчас, в данный момент, у меня напряжены только ноги. И само движение начинается именно с ног. И правильно обводя. То есть, смотрите, штанга при движении вверх, она должна двигаться по одной траектории. То есть, как она стоит на старте, она двигается ровно вверх. Поэтому биомеханика движения такая, что должно быть все достаточно синхронно. При том, что расслаблены руки, плечи там, ну, а ты стоишь весь натянутый. И эта траектория, чем она ровнее, и чем сильнее выстрел в подрыве в этой фазе, соответственно, тем лучше и легче тебе достается поднятие того или иного веса. И вот смотрим. Встали, приняли положение, натянули спинку. Начинаем срывать резко, никогда срывать нельзя. Здесь очень плавно, но разгонять. То есть, как раз вот именно вот этот создавать взрыв, расслабленный такой, хлест. И мы начинаем, плавненько начинаем срывать, максимально вырвал и сел. Вот здесь вот я сижу полностью. Напряжены ножки, колени развернуты в сторону, я на полной стопе. И вот здесь вот спина у меня максимально держится ровно. И встал. Очень важный момент именно в седе. Когда мы садимся в сед, многие садятся на носочки. От чего? От того, что не растянуты задние, там, махилы, да, не растянуты. Не растянуты ножки, связки. В тяжелой атлетике это как отче наш, мы разминаемся постоянно, растягиваемся постоянно. Я сейчас сажусь как бы и на шапагат, и так, и так. Поэтому я постоянно вот чувствую эту пластичность в себе, и она присутствует. Вот. И в данном упражнении, когда мы сидим здесь вверху, если не растянуты, человек, он, как правило, не может сесть даже с палочкой. Важную роль играет подрыв. Соответственно, если я приседаю 300, я могу подорвать сколько? Ну, достаточно много, правильно? Там 170 килограмм, уж точно. Существуют всякие тяги рывковые, там, много подсобных упражнений. Но это одно из упражнений, которое позволяет именно здесь схоже, с хлестом. И при этом нужно быть расслабленным. Поэтому вот такое упражнение, рывок основное. Были легенды такие, как там Ригерт, Жаботинский. Они все занимались этим делом. Все, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду вам очень за это признателен. Спасибо каналу, что меня позвали. И те, кто хотят подкачаться, сделать хорошую физическую форму, и чтобы бить еще жестче. Залетайте на Академика Королева, зал ТОПДОК. 13 корпус 4. You're welcome. Пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.